МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской атомной электростанции в студии Алекса Лавью. Мы расскажем о важных событиях жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Итоги дня охраны труда. На Пескалёвном кладбище лежит 630 тысяч человек. Из них практически 90% это гражданские. Пример стойкости и любви к родине. Назовите их пример. Открытый турнир что, где, когда. Тяжелейшая игра с овертаймом, с большим количеством фолов. Открытая лига Смоленской области по баскетболу. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской атомной электростанции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 31 энергоблок, в ремонте 5 энергоблоков. Суммарная мощность 25 358 мегаватт, суммарная выработка 16 993 миллиона киловатт-часов, что составляет 101,3% к заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленской атомной электростанции сообщил главный инженер предприятия. В работе 1-й и 2-й энергоблоки, нагрузка суммарная 2110 мегаватт, существенных замечаний по работающим блокам нет. Третий блок по-прежнему у нас в ремонте, с модернизацией. Срок окончания 27 февраля. Выработка электроэнергии Смоленской атомной электростанции с начала года составила более 1 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской атомной электростанции, прилегающей территории, не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС подведены итоги Дня охраны труда, прошедшего по теме нарядно-допускная система производства работ, состояние безопасных маршрутов следования, наличие и состояние документации по охране труда, организация безопасной работы с персональной электронно-вычислительной машиной. 27 января исполнилось 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 25 января по поручению директора Смоленской АЭС в гостях у бывших блокадников, проживающих в Десногорске и его окрестностях Анны Степановны Ивашковой и Валентины Ивановны Гоман побывали исполняющие обязанности заместители директора Смоленской АЭС Евгений Шубта и председатель Совета ветеранов войны и труда Игорь Журавлев. Они сердечно поздравили ветеранов с памятной датой и вручили цветы и подарки. Все дни блокады юная Анна Ивашкова стояла на защите Ленинграда. В сентябре 1941 года, когда он был взят в блокаду, ей было всего 18 лет. На крышах домов осажденного города она тушила зажигательные бомбы. Сегодня Анна Степановна проживает в Десногорске. В октябре ей исполняется 96 лет. Со слезами на глазах вспоминает блокадные дни Валентины Ивановны Гоман. Несмотря на то, что в то время и было всего 4 года, события тех лет навсегда врезались в ее память гибелью близких людей, острым чувством неутоляемого голода, пронизывающего холода. Она пробыла в блокаде почти год. В июне 1942 года по дороге жизни ее вместе с семьей эвакуировали в Киргизию. Сейчас она живет в деревне Кресты. Ей 81 год, но она очень бодра и жизнерадостна. Остались три женщины, две блокадницы, которые детьми были в блокаде, и одна женщина, Ивашкова Анна Степановна, которая реально защищала Ленинград. Очень сильно помогает станция, это естественно, потому что за ней, за каждым нашим участником Великой Отечественной войны, у нас их осталось, кстати, всего 9, шестеро фронтовиков и три блокадницы. И каждый цех закреплен за каждым из ветеранов. Они им помогают, естественно, в любой обстановке и по любому запросу. Самое страшное, конечно, то, что это страдали больше гражданские люди. На Пескалюковом кладбище лежит 630 тысяч человек. Из них практически 90% это гражданские. Если мы не будем объяснять нашим детям о том, что пережили наши деды, то, что пережило мое поколение, допустим, тогда никогда не поймут, для чего существует такое понятие, как Родина. Традиционно после новогодних праздников в последнюю пятницу января в реабилитационно-оздоровительном и досуговом центре Смоленской АЭС состоялся 9-й зимний открытый турнир по интеллектуальной игре «Что, где, когда», организованный Организацией молодых атомщиков и Клубом интеллектуальных игр 3000-х при поддержке администрации и первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС. В то время, когда студенты отмечали свой профессиональный праздник, рекордное количество команд соседалось в интеллектуальных битвах. Школьники, работники, ветераны Смоленской АЭС и подрядных организаций, жители Десногорска и Рославля. Более 150 игроков в 26 командах сошлись в нешуточном соревновании на 48 вопросах за звание самых эрудированных знатоков. По ходу турнира команды шли нога в ногу, что с каждым туром накаляло атмосферу борьбы все сильнее. После четырех часов интеллектуальных баталий первое место в турнире заняла команда представителей города Рославль за 40. Второе место – сборная 3000-х. Третье место – команда работников филиала компании «Консист ОС Смоленский». Десногорская команда «САЭС» продолжает упорную борьбу за первенство в открытой баскетбольной лиге Смоленской области. Прошедшая неделя для наших баскетболистов была по-особому напряженной и принесла две яркие победы и одно досадное поражение. Впереди еще одна встреча, которая закроет первый круг областного первенства. 26 января на арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» команда «Динамо Росэнергатом» встречала своего смоленского соперника. «Квантум Сатис» переехали в неполном составе, но с должным настроем на игру. Матч прошел по-соседски, спортивно и дружелюбно. Десногорская команда была своим амплуа. Активная техничная игра и доминирование до окончания встречи. Как итог – 74-63 в пользу хозяев. В нашей команде, наверное, не хватило собранности. Не хватило нам еще четырех человек, которые не смогли поехать. Основные игроки нашей команды. Ну и в конце немножко подрасслабились, устали. Воскресная же игра была не так однозначна. И, как оказалось, стоила масса сюрпризов. Все мы знаем, что «Гладиаторы» – это сильные и выносливые бойцы, которые устраивают зрелище на потеху публики. И вот сегодня команда «Десногорска» принимает команду «Извязь» под названием «Гладиаторы». Действительно ли они настолько сильны? Об этом мы узнаем совсем скоро. Первая половина матча прошла в хорошем спортивном темпе. Десногорские ребята показали должный настрой и уверенно ввели большую часть игры. Но вся интрига была впереди. Казалось, что победа уже в кармане у хозяев. Но череда фолов и напор «Гладиаторов» смогли изменить ход встречи. Нервное напряжение сказывалось как на игроках, так и на судьях. Жесткие столкновения обеих команд приводят к череде фолов. Противостояние с мнением судей на повышенных тонах слышны как со стороны спортсменов, так и со стороны зрителей. Как результат, Даниэль Кобедин в «Десногорск» получил два технических фола и покинул игру. Концовка матча не выявляет победителя. Счет 81-81. Игра переходит в овертайм. Здесь «Гладиаторы» нанесли последний удар. Итог встречи в пользу команды из «Язьмы». 93-89. Игра оказалась очень сложной. Даже в овертайм выявили. Но ребята наши, конечно, стараются. Но вот видите, как-то не хватает концентрации до конца. Поэтому очень тяжелая игра получилась. Не могу не отметить сегодня. С моей субъективной точки зрения достаточно превзятое судейство. Ну и вследствие этого тяжелейшая игра с овертаймом, с большим количеством фоллов. Я считаю, немного ее превратили в слишком жесткую. Можно гадать, что определило победителя в данной игре. Но результат зафиксирован. Уважаемые десногорцы и гости города. Приглашаем вас принять участие в мероприятии, которые состоятся в нашем городе. 2 февраля в 17.00 в школах Десногорска пройдут вечера встречи выпускников. 2-3 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна пройдут соревнования в рамках открытой лиги Смоленской области по баскетболу. Команда «Динамо-Росэнергоатом САЭС» из Десногорска встречается с командой баскетбольного клуба «Юнибаскет» из Ярославля. Начало 2 февраля в 18.00 и 3-го в 11 часов утра. 3 февраля в 11 утра в деревне Генино пройдут лыжные гонки в засчет спартакиады работников Смоленской АЭС. На этом наш выпуск довершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцев вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok